Всем добрый вечер. Сегодня у меня на обзоре два жетона ВМФ СССР. Разные разновидности. За дальний поход. Надводный корабль. Жетон 1961 года. Вот сейчас поближе показываю два жетона. Они немножко разного исполнения. Историческая справка. Прообразом знака за дальний поход послужили неофициальные нагрудные знаки. За поход в Англию для крейсера Свердлов и крейсера Женикидзе с отрядом кораблей. Крейсер Свердлов в 1953 году посетил Великобританию во время коронации королевы Елизаветы II. А крейсер от Женикидзе с отрядом кораблей в 1956 году доставил в Лондон советскую правительственную делегацию, прибывшую по приглашению премьер-министра Великобритании Э. И. Д. Идена. Оба нагрудных знака были изготовлены на Ленинградском монетном дворе. Решением министра обороны СССР был утвержден жетон за дальний поход для награждения военнослужащих ВМФ, участвующих в дальних заграничных походах. В приказе главнокомандующего ВМФ номер 161 от 15 июня 1956 года приводилось положение о жетоне и его описание. В ноябре 1957 года вышел новый приказ главнокомандующего ВМФ, вводивший новое положение о жетоне. В приложении к нему уточнялись критерии дальнего похода. Написание жетона осталось без изменений. Очередным приказом от января 1961 года дополнялось описание жетоны, а именно вводился вариант для моряков-подводников. Помещено барельефное изображение силуэта подводной лодки крейсера стального цвета. В новом положении уточнялось, что жетоном награждаются наиболее отличившиеся военнослужащие и служащие ВМФ со участием в дальних и специальных походах на боевых кораблях, в испомогательных судах ВМФ. Награждению подлежит личный состав корабля-судна, курсанты военно-морских учебных заведений, слушатели военно-морских академий, проходящих практику на кораблях, а также военнослужащие и служащие ВМФ, прикомандированные на время похода. Этот приказ действовал очень короткое время, и уже в мае 1961 года вышел новый. Приказ главнокомандующего ВМФ номер 149, 22 мая 1961 года, окончательно закрепляющий разделение жетонов на два вида. С изображения подводной лодки для награждения личного состава подводных лодок, с изображением крейсера для личного состава надводных кораблей-судов. Вот сейчас эти жетоны вы видите. Жетоном также награждались ветераны ВМФ. Вот очень интересная информация. Так, в 1974 году отмечалось 50-летие первого похода военных кораблей рабоче-крестьянского Красного флота с официальным дружеским визитом в порт иностранного государства. В 1924 году по решению советского правительства крейсера «Врора» и учебное судно «Комсомолец» совершили переход из Кронштадта в Архангельск, захода в норвезские порты Берген и Тронхейм. Приказа главнокомандующего ВМФ номер 272 от 30 июня 1974 года. Офицеры и адмиралы, участники этого плавания, были награждены жетоном за дальний поход. Описание. В центре композиции крейсер на голубом фоне, под которым на красной полоске выбито название знака. Над кораблем развивается флаг ВМФ, белое полотно с изображением звезды, серпой и молотой, синяя полоска внизу, направленная влево. Знак изготавливался из латуни, имел размеры 3,2 на 2,7 сантиметра. Ну и вторая разновидность, конечно, вручалась экипажа подводных лодок. Здесь разные два знака, видно разные изготовители. Вот один изготовитель, здесь вот смотрим гайка какая, вообще без надписи и вот, вот один изготовитель, здесь другой. Вот два знака, здесь вот, где гайка-то не изопаяна, просто уже такая как бы патинка образовалась. Вот два знака. Вот такая, ну немножко цветы разные, ну я думаю, это производители разные, вот и все. Я выставляю эти знаки на аукционах Украины. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. В конце видео будут ссылки на другие, такие же интересные знаки, или медали СССР, или ордена СССР. Спасибо за внимание, до новых встреч.